Владимир Зеленский Ты был очень популярен в России, и кино, и выступления, ну мега-звезда. И после того, как началась война, когда ты занял, сейчас скажу проукраинскую, украинскую позицию, в России прекратилось все сразу? Выступления, концерты? Прекратилось все, как это называется, по взаимной симпатии. То есть, у нас была, я считаю, я считаю так, у нас, ну во-первых, давай сначала, почему? Просто это невозможно. У меня есть такой очень близкий, ну как, близкий, достаточно отношение с Вахтангом Тикабидзе. Вахтанг Константиновичем. Мы дружим с ним, да. Да, потрясающий человек. Вот все, что мы могли, все концерты в Украине, это одна из наших компаний, проводят его все концерты, потому что мы его обожаем, просто обожаем. Я большой его фанат, для меня это, ну вот, гуру. И я абсолютно... Программу «Легенды» же... «Легенду» мы делали о нем. И тогда была последняя работа, которую мы делали, фильм «Легенда» про Людмилу Гурченко. Я договорился тогда. Да, я помню, да, спасибо тебе большое, Дима. И у меня такое же ощущение. Я не могу учиться, мне плохо. Вот мне так плохо, я не могу туда поехать выступать. Просто мне плохо. Мне не важно сейчас, не то, что кто-то скажет, это мое внутреннее. У нас много артистов ездят, выступают. Я вообще их не сужу. Это их желание. Это все на уровне морали и внутреннего ощущения. Все живут как могут. Но мне плохо. Очень плохо. Оттуда не доносились вообще сигналы «сволочь», «предать». Да все, я все получил в 14-м году. Когда я высказал свою позицию, когда мы говорили там по поводу Путина, по поводу политики Кремля, по поводу того, что захватили нашу землю, наш Крым, по поводу Донецка, по поводу всего того, что они устроили в нашей стране. Я еще умудрился все это сказать там, в Москве. Да? Да. На Красной площади я снимал репортажи программы «Чистый ньюз». Есть эти репортажи. Репортажи. Эти менты были в шоке. Они рядом ходили, значит, они ходили и слушают. И я сейчас для Украины приду. Причем я снимал-то месяц. То есть, пока там чуть-чуть меня уже не начали нашу съемочную руку метлой оттуда выгонять. У меня месяц, я выходил там, ну, несколько там… в течение месяца. То есть, 4-6 выпусков я там успел сделать, да. Фантастик. Да, и позиция была, там я поссорился со своими друзьями. Там я позорился с Лешей Чадовым, офигенный у меня был друг, мы с ним снимали. Он мне рассказывал, какой Крым их. А я с ним в кафе в Москве ругался. Потом в кафе, в ресторане, это у меня был момент, когда вызвали милицию. Я там всех людей, чтобы ты понял вообще, что такое информационная война. Я в ресторане взял микрофон от караоке. Начал говорить, вы меня все знают, все знают. Вот смотрите, наш Крым захватывают ваши люди. Значит, и все люди были на моей стороне. Перевербовал. Да. Я вообще считаю, что это наш проигрыш информационной войны. Сто процентов. Нормальные, вменяемые русские артисты, которые за нас были, они бы там изнутри все бы это вещали. Мы сами тоже многих отвернули, а многие, как Леша, попали под вот это информационное страшное. А многие тебя расстроили, коллеги, которые оказались просто дураками? Первое, мы вышли люди с плакатами. Когда мы передали первый миллион нашим воинам на лекарства, на все, к нам обратились. Тут же мы искали выходы. Сначала, когда это все пошла мясорубка, никто не понимал, куда стучать, куда бежать. Появлялись какие-то ребята, дай этим, а кто они в масках? Было непонятно. Нашли там, мне сказали, вот это точно, мы передали туда первые деньги. Мы об этом сказали, где-то меня спорили. В общем, разошелся этот ролик. И не про деньги был ролик, а про то, как мы относимся к тем, кто захватил власть в Донецке. И это был период, потому что мы начали фильм делать в 2012 году. Последний фильм, который мы делали с русскими коллегами, значит, в 2012 году. А в эфир он вышел, в эфир должен был выйти. Потому что то, как он вышел, это не вышел. Он выходил в 2014. И они вышли, значит, люди с плакатами, что я фашист-бендервиц, я кормлю этих уродов, которые убивают донецких людей. В общем, была там очень гадкая история. Они там вышли в Москве. Да, все это, конечно, было жутко надумано и так далее. Мы были, чтобы вообще было понятно, наш филиал, это одна из немногих была компаний, украинская компания с представительством в России. Компания по производству коммерческого кино и телесериалов. Эта компания работала, у нас был офис в Москве, это все было до 2014 года. Компания наша взлетела после успеха в 2008 году полнометражного фильма. Много раз нам предлагали, кстати, разные российские компании продать акции этой компании. Но мы, как бизнесмены, рассуждали просто еще рано. Не стоит никого туда впускать. То есть, не то, что туда просто, нету этому смысла никакого, ни ко времени. И мы были, считалось так, на вложенную гривну или на вложенный доллар, мы были самой успешной компанией по производству коммерческого полнометражного кино на территории СНГ. Это был очень важный момент. Мы каждый год выпускали один-два полнометражных фильма, и на вложенный доллар, то есть, нам несли деньги инвесторы, мы брали эти деньги, мы всегда их возвращали. Вот. И поэтому мы закрыли бизнес, который приносил очень много плоды реальные. Вот я и хочу спросить, много денег потеряно в результате того, что ты себя повел как порядочный человек? Вот, как порядочный человек. В России много потеряно денег? Честно говоря, мне все равно на сегодня. Понятно. Да, абсолютно. Но если сравнивать обороты нашей компании, то разница вот примерно такая. Час продукта. Потому что в кино это другие вообще суммы. Можем про кино поговорить, я могу разложить все. Потому что я в этом глубоко понимаю, очень глубоко. Во всех юридических, экономических делах, в кино, сериалах. А вот в сериале на час продукта мы зарабатывали 200, 150, 200 тысяч долларов. После этого это стало максимум 30. Все понятно? Это вот такая разница. Сегодня в Россию сниматься, концерты давать тебя зовут? Да. Да. Ну, какие зовут? Завод, я не знаю, по какой причине. У меня есть мысли. Может, заманить хотят. Я не знаю. Я не живу вот в этой, знаешь, в ощущении вот этого постоянного заговора. Нет. Многие зовут, ну сейчас я узнаю даже за рубежом. Многие зовут за рубеж выступать. И я даже узнаю там, кто это собрались. Если собрались какие-то российские олигархи, я отказываюсь. Особенно они любят в Майами позвать. Вот. Я ни разу. Монако. Монако, Майами. Ну, много разных мероприятий. Да. А я никуда не езжу. Я не могу. Я не хочу. Нет. Я не хочу, не получу ничего. Я не могу через себя переступить. То есть, сегодня в декабре 18-го года мы можем себе представить, что придет время, когда мы будем ездить в Москву, в Россию? Я даже не знаю. У меня такая ситуация, я вам скажу честно. Вот у моей жены в Москве родственники. Сестра двоюродная. В общем. И были очень близкие отношения были. Да. Все. Ну, понятно, что они из Кривого Рога. Они уехали. Там чем-то там работа давным-давно и так далее. Но сам факт, что они москвичи. Их поколение, они москвичи. И вот как-то это близкие, очень близкие родственники моей жены. И как-то, по-моему, был какой-то праздник. Они звали. Я, конечно же, не поехал. Свадьба была. Свадьба-то. Поехал отец моей супруги. И окончательно разругались. Поругались просто. И было очень неприятно. И это очень неприятно. Почему? Потому что любой разговор уже сегодня. Вот такое неприятное отношение людей друг к другу. Так это на уровне родственников. Это вообще посмотреть, что произошло. Что произошло. Близкие люди рассорились. Никто туда теперь не ездит. Никто ни с кем не общается. Они даже... Ну, так они там перезваниваются и так далее. Это не ненависть. Нет. Они же все равно родственники. Все равно, что там у них кровь и так далее. Это на уровне... А не о чем говорить. Нет общих интересов. Нет ощущения, что когда мы вместе, мы счастливы. Нет ощущения. Хотят забыть все, что было до этого. Вот такая история. Вот такая конкретная история у нас сегодня. Такая в головах посиня. Они уверены. Да давайте дружить. Да все нормально. Ну, Крым наш. Ну, вот они не хотим слушать. Мы вас и снасиловали. Ну, давайте дружим. Да. Ну, нельзя. И они ни при чем. Они просто смотрят телевизор. Конечно, я надеюсь, что когда-нибудь эти телевизоры начнут вещать уже в нашу сторону, в конце концов. А я считаю, что это все-таки... Давайте так говорить. В сторону справедливости. Да-да. Да. И все выйдет на свои... Все станет... Расстаются все точки над «и», на свои места все вернется. Я очень на это надеюсь. Ты выступал против запрета на въезд в Украину российских артистов. Да. Почему? Во-первых, мы не должны быть... Мы не должны быть ниже. Мы выше. Даже в этой войне мы выше. Мы на своей земле. Захватили нашу землю. Крым. Это наша земля. Секундочку. Но это не значит. Тогда не въезжайте. Мы выше этого. Раз. Второе, то, что я говорил, я глубоко понимаю, что такое информационная война и что такое информационная политика в стране. Глубоко понимаю. Ее нет, правда? Совершенно верно. И это работает нам в минус. Почему? Макар, Ахиджакова. Да сколько их можно перечислить. Таких очень много людей. А знаешь, сколько людей, театральных актеров, которых мы по телевизору не знаем. Они там в театр ходят и говорят, ну это кошмар, особенно в Питере. Ну это кошмар. Ну как мы можем? Мы хватаем. Это культурная прослойка. Вот они не украинцы, они проукраинские. Они ходят. Что же мы их... Подождите. Не надо обрезать своих фанов. Не надо обрезать союзников. Мы в войне должны искать союзников. Вот и все. Поэтому я был против. Я сказал выборочно. Понимаю. Кто появился по телевизору, и он сказал, какие-то гадости. Ну пожалуйста, конечно не вижу. Или пострелял чуть-чуть в сторону. Да это вообще кошмар. Он про меня там... Я потом сказал это официально. Он про меня, когда у нас была там премьера фильма, вот это они с плакатами шли. Он же там был один из них. Да? Да, да, он говорил, ну давай, приедь сюда. Да. Что-то он там рассказывал, да. Больной на голову человек абсолютно. Дурак просто, да? Ну как можно вообще стрелять? Вообще, как можно стрелять людей? Раз. Как ты, публичный человек, можешь стрелять людей? Два. Как ты можешь людей стрелять, которые тебя понимают? Ты ж жил тут. Ты сюда приезжал. Разве не ты приезжал сюда с Константином Хабенским? Играли вы спектакли. Это кто тебе? Украинцы из тебя хлопали? Или кто тебе тут? Сидели тебе, плевали, бросали помидоры? Нет, покупали билеты. Ты тут выступал. Так что теперь? Ну это вообще ужас. Володя, какой самый большой... Я всегда расстраиваюсь. Какой самый большой гонорар, от которого в силу разных причин ты отказался? Самый большой гонорар? Самые большие гонорары пошли именно после всех этих событий, предлагали полететь, проводить какие-то большие мероприятия в Москву. И сколько предлагали? Ну это нет даже смысла об этом говорить. Астрономические цифры? 250. 250? Да. И отказался? Ну конечно. Ну ты что? Главная на сегодняшний день проблема для Украины – это война. Сможешь ли ты ее закончить, если тебя изберут? И если да, то как? А давай порассуждаем. Да? А какие есть пути? Вот сколько ты читаешь, видишь, а какие вообще есть формы? Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной – я вообще против, потому что я такой человек. Я может быть там жесткий как руководитель в квартале, но я очень либерален. Я считаю, что вообще все, вся эта тема, все эти куски земли – это все про человеческую жизнь. Вообще все. Поэтому я бы взял человеческую жизнь, поставил бы, вот наша цель – сохраним людей. Поэтому любой вариант, мы туда пойдем, мы армия, я убираю. Экономику строить, правда? Раз. Второе – придется говорить. Ну придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг. Первый шаг – прекратить стрельбу и развивать свою страну. Ну по поводу говорить с чертом лысым. Ты представляешь себе переговоры в формате Путин-Зеленский? С русскими. Я не думаю, что он только один. Я думаю, что группа наших людей из Украины должны встречаться с группой людей из Кремля. Потому что, что же, они же поставили этих в ДНР, в ЛНР. Какой смысл с ними говорить? Если бы те решали, надо было бы с теми говорить. А так, какой смысл? Надо говорить с этими. Ну с чертом лысым ты представляешь переговоры сегодня? Лихо. Ну а чего? Как бы вы сели поговорить? Да надо говорить все очень просто. Что вы хотите? Ваши условия? Что вы к нам пришли? Написали пункт? Что надо? Что надо, ребята? Вот ваши пункты. Потом бы я взял эти пункты. Честно говоря, мир-то надо на наши условия. Потом бы сказал, смотри, а вот наши пункты. Где-то посредине бы сошлись. То есть, что-то пришлось бы отдавать, успевать. Я не знаю, а очень просто решить, что. Очень просто. Не решай сам. Не делай никогда из себя, я сам собой всегда так говорю, не делай из себя самоумно. Всегда найдет самый умный. Всегда найдет человек профессиональнее тебя. Возьми этот список. Выступи по телевизору. Где разговор признел? Ты бы смог объяснить людям? Сто процентов. Людям. Вот, смотрите, я с ним говорил, вот список, класс. А вот наш список. А вот они идут на это. А дальше люди, я вам дальше говорю. Я считаю, что надо так. Но, как и выбор президента, все решение на вас. Вот вам референдум. Не хотите, у нас, нам бы сказали, да там через депутатов, пока ты проведешь референдум. Да все просто. Да не надо мне через ваших депутатов. Нам надо решить вопрос, да. Депутаты, не хотите референдум, не даете нам эту возможность, гуляйте. Онлайн, по телевизору. Ребята, нам надо хотя бы знать, хотя бы знать результат, что думают люди. Люди тебе голосуют. Однозначно за, однозначно против не будет. Но будет какая-то история. Утвердили список и пошли жить. Ты сейчас говоришь такие правильные вещи. Вот я подписываюсь под каждое. Скажи, почему Петр Алексеевич не делает этого? Я не знаю. У меня нет ответа. Я же тебе сказал, я пошел на хороший фильм, а попал на средний. Я так считаю. Я думаю, что он очень умный человек, который большую часть времени тратит на другие дела. У меня такое есть уважение. Это, я считаю, очень уважительное к нему сейчас объяснение. О разговоре с товарищами из большого бизнеса и президентом, и бывшим, и нынешнему, и олигархом нашим крупнейшим я всем глаза в глаза говорил о том, что и реформы, и борьба с коррупцией зависят от политической воли первого лица. Сто процентов. На мой взгляд, человек, ставший президентом, должен на второй день собрать всех олигархов. На первый. На первый. Да. Если немного выпьешь, первый день. И сказать им, ребята, у вас уже из горла лезет, мой план хватит, оставляем вам все, что вы накрали. Вот просто, ну, может, 5% снимем за легализацию. О, так все оставить так тоже нехорошо. Ну, 5-7. Даже в гости приходят, приносят бутылку. Ну, 5-7 снимем, но вы легализованы. Да. И начинаем жить по правилам. И я, и вы. Да. И кто нарушит правила, извините, я вас предупреждал. Так нормально. И надолго. Да. И большие зарплаты чиновникам. И депутатам. И министрам. И погнали. Готов ли ты к такому разговору с олигархами? Сто процентов готов. Я думаю, что у них нет другого выхода. Если они хотят, чтобы капитализировали. Да, многие говорят, что мы готовы. А я уверен, что мы готовы. Мы готовы к правилам. Я уверен, что они готовы. Мы не верим просто тем, кто сейчас. Я считаю, что еще есть пару моментов. Так как я глубоко, опять же, понимаю, что такое информационная политика, мне кажется, что существует еще два шага. И они тоже на это пойдут. Их капиталы безопасности. Понятно, что... Законодательная. Законодательная нулевая декларация. И не только им. Потому что мы с тобой перечисляем 5-10 человек. И таких людей у нас очень много. Которые много заработали. Не важно. 10 тысяч долларов прятал в банке. 300 баксов заплати. Заплати свои 3%. Нет проблем. Это нормально. Ко всем эти правила одинаковые. Единственное, я не уверен, что эти правила правильные, применимы к чиновникам. Я не уверен. А чтобы лучше вышли в чиновники, надо же им платить? Нет, я имею в виду нулевую декларацию. А, понятно. Я не уверен, что это правильно. Почему? Потому что это, конечно, можно дать человеку. Но и как только он опубликует эти цифры, я думаю, что люди его вынесут. Несмотря ни на закон. Да. Вот. Так вот, по поводу информационной политики. Я в этом глубоко уверен, что не могут большие финансовые структуры. Это не важно, олигархи, они не олигархи. Любые бизнес-структуры влияют на политику страны. Не могут и не имеют права иметь своих депутатов. Но не имеют права. Я считаю, что об этом надо договариваться. И отделить все-таки, вот даже то, что я делал на Интере, отделить редакционную политику от бизнеса. То есть, они не имеют права влиять на редакционную политику новостей. Да, это их частная собственность. Никто не имеет права забрать их частную собственность, каналы и так далее. Но влиять на новости, влиять на журналистику они не должны. Потому что, когда оно вот тут лежит, все равно руки чешутся. Все равно руки чешутся. Поэтому, вот мне кажется, вот это три главных базиса, с которыми можно с ними договориться. Я уверен. Подписать бумагу. Причем, эта бумага должна быть подписана открыто, публично, по телеку. Перед камерой. По их же телевизорам. И показать, и все будет нормально. А я думаю, что это, кстати, к части капитализации. Я думаю, они-то финансовые гуры. Они-то понимают, что их завод сегодня... Их три будет 12, если все будет спокойно в стране. Так и есть. А сейчас ничего не стоит. И они это понимают, и они это считают. И они могут посчитать. Это очень просто считается. Их 3-5 процентов. Но я думаю, что тут зависит от суммы. Там, я думаю, что их можно нагрузить. Семь-восемь. Семь-восемь туда можно их. Да, помогут стране, ничего страшного. Нужно ли Украине вступать в ЕС и НАТО? И ждут ли нас там на самом деле? Вот вопрос. Можем эту дискуссию начать со второго. Мое мнение. Я никогда не хожу в гости, когда меня не зовут. Никогда. Не хочу чувствовать себя ущербным. Не хочу чувствовать себя второго сорта. Конечно, круто. Особенно сегодня. Если можно вот так сделать. Я бы как умный человек. Иначе получается, что я оскорбил других. У меня вопрос по НАТО. Мы знаем, что такое НАТО. Войдут войска. И мы будем защищены от эгрейсеров. Да, иди договорись тихо. Кому нужны плакаты твои? Кому надо в Конституции или где-то закрепить? Я не понимаю, вы дипломаты или вы хер знает кто? Ну вот я понимаю. Я договорюсь с НАТО, если это возможно. Хотя там такие условия. У нас война на территории. Это уже одно из условий, когда мы не можем вступить в альянс. Как это Жванецкий говорил, приятно познакомиться и подружиться с Мохаммедом Алиной. Жить под его руководством. Не готов. Да. Нет. Я просто хочу объяснить. Мы в любой союз на условиях ни потери, ни зависимости нашей страны. Прекрасно. Хорошо. Кто нас где ждет? Пусть они скажут. ЕС к нам стучится. Ребята, пожалуйста, мы вас хотим. Чего вы отказываете? Да нет. Ты наверняка объездил полмира, наверное. Может больше. Да? Ну много. И видел, как люди живут. Есть страна в мире, вот чтобы ты сказал, я хочу, чтобы у нас было так же? Очень много моментов в странах, которые бы я хотел, чтобы у нас были. Разные. Допустим, мне очень нравится Швейцария. Мне нравится уровень жизни. Мне нравится уровень... Мне очень нравится, потому что я помешан на референдумах. То есть это мой пунктик, мне он очень нравится. И я действительно считаю, что человек... Потому что я как продюсер, я понимаю, как достучаться до аудитории. Больше говори, узнаешь о проблеме. А еще часы, сыр и бабки в банках. У нас, кстати, тоже вкусный сыр. Да, банковская система защищенная, офигенная у них. Но вот референдумная история, там, конечно, потрясающая. Они еженедельно решают вопрос от пустяковых до глобальных. Это так удобно. Каждую неделю приходят конвертик, ну или там в онлайне, там, в электронных письмах. Вопрос. Мало того, какая гибкая система законодательная. То есть ты обратился с таким-то вопросом, его не приняли. Его не приняли? Это не значит, что его нельзя через месяц опять... Да-да. Ну так еще раз. Ну поговори, говори, говори. Пробуй, пробуй. Офигенно. Мне очень нравится там подход, ну, до этого нам далеко, конечно, что они там не всем продают недвижимость, землю и так далее. Никому фиг ты там что-то там возьмешь, кто ты такой, откуда, ты что, швейцарец. Это, конечно, круто. Где бабки взял? Где бабки. Это, конечно, круто, что остается все на родине. Это мне очень нравится. Мне нравится система безопасности, которую я бы, я бы, я вообще не думал бы, я бы брал бы израильтян и все. Я считаю, что они боги в этом. Приведу пример. У меня много жизненных примеров. Я стою в очереди в аэропорту. Ну, во-первых, ты же знаешь, да, вопрос замечательный, почему не взрываются, почему террористы не взрывают израильские самолеты. Ты знаешь, почему? Нет. Они говорят, мы их туда не пускаем. Офигенно, офигенно. Пример такой, я стою в очереди. Это мой жизненный пример. Ты стоишь в очереди, стоит кто-то там, люди, такая девочка. В какой-то момент девочка 20-25 лет отходит и показывает пальцем вот это, вот это. То есть в очередях стоят сотрудники безопасности, в очередях они стоят, в магазинах они стоят. То есть это не... Они везде. Так это террористы. Они не накручены, что вот это подозрительно. Они конкретно ищут террористов. Это офицеры. Это не значит, что у них ментовская страна. Извините меня, пожалуйста, товарищи полицейские, что я так сказал. Но мы так короче достучаться. Это говорит о том, что в аэропорту тишина. Тишина. Я им говорю, тьфу, конечно, все бывает, но это вот. Это называется вопрос безопасности. Ни одного еврея они оставят нигде. Нигде. Это же их закон. И если надо будет, отомстят. И это тоже можно. И это тоже можно, да. Украинская национальная идея от Владимира Зеленского. Кстати, вот я хотел тебе сказать. Я не понимаю, что нас пока сдерживает. Вот по поводу, вот все говорят по поводу НАТО и так далее. Вот мне интересен вопрос. А у меня такой вопрос. В Канаде, в Канаде полно украинцев. Хорошо, мы сейчас никуда не уступаем. Мы можем с канадцами подписать договор какой-то военной поддержки? Ну просто мне интересно. И Христия Фриланд. Да, мы можем с поляками. Там сколько наших украинцев работают. Батрачат, конечно, больше подходит слово. Но работают. Ты идешь по городу, одни украинцы. Я со всеми фотографируюсь там. Пускай так. Кто-то там против НАТО. Ну так есть же разные пути. Давайте с пятью, семью странами заключим какие-то договоры. Вот такие. Какие? Солдаты, меняемся, помогают, приезжают, оружие и так далее. Вот. Очень сложно. Потом есть национальная идея, да, ты говоришь. Это, в принципе, офигенная, либеральная, очень свободная страна. Я бы максимально сделал все, чтобы здесь были бабки в безопасности. Просто бабки, чтобы мировые все большие компании приезжали сюда и вкладывались. Это, вообще-то, это один из путей и альтернатив любому военному союзу. Ну, загонись сюда сейчас америкосов-китайцев, пусть дадай им, господи, лицензии на добычу газа. Конечно, конечно. Дай им. Посмотрим, как потом сюда будут заходить и нас взрывать. Кто швейцарцев тронет? Вот, пожалуйста, потому что там бабки мира. Так у нас сейчас куча есть земли, куча есть этих недобитых заводов, которые в жутком состоянии. Так давайте им дадим. Пусть они у нас работают. Кто нас захватит, если тут будут представители, там, не знаю, арабского мира, Китая? Америки пускай. Мне приходится слышать, что Владимир Зеленский не самостоятельная фигура, а пешка Коломойского. Да, это не только тебе приходится. И куда тот ее двинет, там она и будет стоять. Да, больно слушать мне про это. Зависим ли ты от Игоря Валерьевича и не значит ли, что в случае твоей победы на президентских выборах Украиной будет управлять Коломойский? Вы его не спрашивали, брат, за вопрос? Спрашивали. Вот, хорошо, давайте я отвечу, а потом вы. Дим, смотри. Я абсолютно независимый человек. Пусть это не в обиду никому, но не родился еще тот, кто будет вообще мной управлять. Я управляю только двумя маленькими подростками полностью. Это мои дети. Это абсолютное у нас дома управление и все. Игорь Валерьевич, партнер по бизнесу. Сегодня это Игорь Валерьевич. С ним комфортно, кстати, вести бизнес. Значит, у нас нормальные реально бизнес-сотношения. Они там что-то нам должны. Они всегда нам что-то должны. Ну, уже как для нас. Мы как-то привыкли жить в этом мире. Не, ну там тоже с долгами. Долги отдают слабые, Володя. Это он так говорит, да? Не, он, кстати, мне так не говорит. Он сказал, что он так не говорит. Он говорит мне не так. Он говорит, сейчас тяжело. Суть вообще не в этом. Я тебе скажу, что после... Там несколько было ударов для телевидения. После 2008 года, после 2014 года. Просто компаниям должны за предыдущий период, а сейчас приход рекламный другой. Я понимаю их сложности. И понимаю сложности. Вот. Поэтому, ну я понимаю, брали... Они покупали по одной цене. Отдавать им приходится совершенно другие деньги. Там доллар был 8. Перешел доллар в 30. Ну, конечно, это капец. Поэтому мы начинаем бороться. Как мы боремся? Находим с ним что-то где-то посредине. Это масса переговоров и так далее. Ну, ничего с этим не сделаешь. По поводу управления. Ну, как вообще можно... Где у нас? У рабства нет. Договор у меня к нему обязалов. Кровью ничего не подписывал? Послушай, ну вообще это все... Землю не ел? Я вообще не по тем делам. И, кстати, нам должны деньги и другие каналы, если интересно. Один твой друг, мой хороший знакомый, мне сказал недавно... Ты знаешь, Володя такой человек, что если во второй тур, предположим, выйдет он, Юлия Владимировна, и кто-то от Юлии Владимировны скажет, Володя, вот тебе миллиард, откажись, он не откажется. Не откажется? Он не откажется от того, чтобы продолжать борьбу. Ах, ты меня напугал. От миллиарда откажется. Конечно, от денег откажусь, любая сумма. Вот так, вот любая сумма, сто процентов. Вопрос про бабки вообще необсуждаемый, любая сумма. Никогда я не возьму деньги. И будешь бороться до конца? Надо. Володя, а что была за ситуация, когда в Германии, по-моему, на гастролях ты был, да, и кто-то оскорбительный выкрик какой-то сделал из зала, и ты побежал драться к нему, что это было? Я бы никогда просто так не распускал руки. Это вообще не путь для любого человека. Но есть какие-то моменты, когда вытирают ноги. И не только об тебя. Ты как представитель своей страны и коллектива. В Германии одна из стран, то, о чем мы с тобой говорили, где пронизано телевидение, чтобы люди вообще понимали. В Америке не так. Хотя тоже. В Америке тот край, где Лос-Анджелес, Майами, там тоже все пронизано российскими телеканалами, особенно информационными каналами, в Израиле меньше, я просто все обрисую. Самая глубокая история в Германии. Это мы точно знаем, потому что не раз хотели срывать наши концерты за рубежом. Разные люди, даже в Израиле, пишут они в Фейсбук, но в Израиле, слава Богу, там подавляющие крепкие ребят. В Канаде этого нет, в Польше этого нет, да. А эти, значит, разные сайты, значит, и разные каналы пророссийские информационные, они фигачили нас, да. И вот в Германии был острый момент, в Берлине у нас было два аншлага в одном городе, значит, там еще большой зал, такой 2900, такой нестандартный, обычно тысячники залы, 2900, много людей было, вот к чему я говорю. Много людей, у нас была, у нас была какая-то штука, по-моему, была песня «Родина», по-моему, да. Была песня «Родина», да. Был такой вот номер, где мы сказали про Украину. А перед этим я говорил, в общем, вот про Украину, мы будем посвящать, что это наша земля. Ну, понятные какие-то у меня были слова со зрителем, я уже не помню тонкости эти слова, потому что я их там на ходу формулирую. Думаю, мы говорили про Крым, мы говорили все, я говорю, ну вы нас понимаете, но мы хотим финальную песню, мы хотим спеть про нашу страну, про то, о чем нам болит и беспокоит и так далее. Кто-то там, значит, выкрикнул, какая там ваша страна, значит, и, по-моему, даже, по-моему, русский флаг. Да, пришли. Ну, это была понятная провокация, да. Да понятно, что я по-человечески сказал, ну, что вы делать, вы же понимаете, куда вы пришли. Какая там твоя родина, что это такое? Да, я говорю, ну, я же понимаете, куда вы пришли, вы же пришли на концерт, говорю, вы же купили билет или как, ну, вы же, давайте, вы же знали, кто мы. Вы знали, кто, ну, хвальбы, значит, хвальбы Кремлю не будет в этом, ну, в этом концерт. Это, это юмор, но есть у нас много политики, она острая, она украинская. Понимали, я говорю, да, а он что-то там продолжал говорить, но продолжал, говорил, что-то гадкое он сказал, про Украину, что-то гадкое сказал. И? Еще пошел в зал, я ему бить морду и все. И удалось? Да, люди его вынесли. Люди его вынесли, люди многие, и там были русские. На концерт пришли русские. Были там русские, белорусы, казахи, да, толпа людей, а их было много тоже, их было много. Потрясающе. Я побежал, понятно, что я побежал в зал, пацаны увидели, через, там у нас такое началось, парни пошли в зал, обычно я всех успокаиваю, очень легко. Я действительно там очень старался. Он продолжал просто это все, я один раз, второй раз, потом мне сказал, выйдите, пожалуйста, из зала. Я не выйду, я купил билет, я говорю, я вам гарантирую, на выходе, там стал администратор, на выходе отдайте ему деньги. Я не один, я говорю, всему вот ряду отдайте наши деньги. Мы ему сказали, отдайте деньги, он сказал, что я буду уходить, что ты мне рассказываешь. Я говорю, тогда я сейчас подойду, выведу тебя. Ну, подойди, ну и пошел я его выводить. Все, а люди в итоге, их вот эта, их толпа, их просто вынесли люди, вот так взяли и вынесли. Целиком. Ну да, ну слушай, надо отстаивать свои права, защищать как можно. Ты жену Лену называешь своим самым близким другом. Да, так и есть. А вот она сильное влияние на тебя оказывает? Она считает, что нет, она говорит так всегда, но да. Да, я, я, я очень ей доверяю. Ну, не очень, а полностью. Ты не принимаешь ни одного решения без совета с ней? Я принимаю много решений без совета с ней. Но самое важное? С ней. Когда ты станешь президентом, если ты станешь президентом, ты так же будешь с ней советоваться? Однозначно, однозначно. Она не поменяет имя на Раису? Максима, он, не дай бог, потому что она очень боится этого вообще похода и возможного и так далее, она очень переживает. Любовь удалось сохранить? Вот вы столько лет вместе. Вот это ощущение любви, ощущение того, что вы одно целое до сих пор есть? Человек больше всего любит себя. Когда у человека, для меня она, это вот как без руки остаться. И вот понимаешь, это как бы такое, ты чувствуешь себя каким-то инвалидом. Я без нее чувствую себя инвалидом. Это не значит, что ты неполноценен, не дай бог, меня ни в чем не обвинили, потому что я только что-то скажу, меня уже сразу обвинили. Я просто хочу сказать, что это тот случай, когда вот ты ее любишь так же. Вот почему я сказал, что человек больше всего любит себя. Ты ее любишь так же, а потом она тебе дает детей, и ты понимаешь, что, блин, ты начинаешь детей любить больше себя. Это катастрофа. Ну, то есть, в принципе, в моем сознании произошли такие изменения. Это уникальная история. Вообще семья, я ни на что не готов, чтобы их потерять. Ни на что вообще. Скажи, а почему Елена практически не появляется на публике? По этой причине. И запрещает, как говорят тебе, публиковать даже ее снимки? Она не хочет, она меня просит. Она ничего мне вообще не запрещает и не может запретить. Как и я, я не могу ничего запретить. Потому что в любых отношениях вообще главное равноправие. Все. Мы не можем дружно что-то запрещать. Потому что если мы запретим, это мы не свободные люди. Мы вместе, но мы свободные. Это тоже важно. Поэтому, но она не хочет никого пускать к нам в семью. И я не хочу. И единственное, что у меня пока осталось, в котором я однозначно единственный учредитель, без своих партнеров, без хоть они, мои друзья. Это моя семья. И я вот хочу это сохранить. Сегодня часто приходится слышать, вот Путин, кого бы он хотел видеть в кресле президента Украины? А чего он должен вообще хотеть? Ну, он же заинтересован в том, чтобы здесь был какой-то человек, с которым ему будет комфортно. И у меня возникла мысль недавно, что, наверное, он хотел бы видеть в кресле президента тебя. Меня? Да, потому что ты ненамного будешь его выше. Понятно. Как ты думаешь, опять-таки, если вы станете с Путиным, он будет пытаться выглядеть повыше тебя? Мы, я считаю, что любой человек, который будет представлять интересы нашей страны, на любого, хоть высоченного, даже премьер-министра Канады или Трампа, или будь то Путин, надо всегда смотреть друг другу в глаза. Вот уж точно чего нельзя, чего нельзя допустить, чтобы на нас смотрели сверху вниз. Ну, может, страна не самая большая, понимаешь? Но гордая. Но наша. Когда в январе этого года ты отметил сорокалетие, грустно не стало? Не знаю. Не знаю. Потом я посмотрел на свою жену, она мне говорит, даже ничего не говорит, потому что она очень часто знает, что я смотрю, значит, я сейчас что-то ляпну. А у нас разница 11 дней. А она говорит, мне еще 3, то 9. Грустно, Дим, какой-то надлом происходит. Что-то вообще происходит немножко. Всегда. Ну, всегда так говорили люди, что где-то после 35-ти кризис среднего. Нет, что-то происходит. Вот кризиса нет среднего возраста? Я не знаю, я не понимаю. Я понимаю, что нужны любые трудности, любые депрессии, надо забывать. Я столько работаю, что я не понимаю, да? Ты понимаешь, у меня нет на это время действительно, но иногда, конечно, вдруг тебя ошарашивает, как какие-то мысли глупые, абсолютно. Да-да надо все, да вообще надо, да надо вообще-то, нет, мы сейчас должны еще сделать вот это, мы это, ну, а потом вдруг апатия какой-то работе. Вот этот момент, он есть немножко, но надо всегда брать себя в руки и работать. Ты счастливый человек, Володь? Очень. У меня вообще очень. Я, смотри, я живу так, как я хочу. Я работаю, занимаюсь, делаю то, что я хочу. У меня есть семья, у меня есть достаточно средств для жизни, у меня есть там, у меня есть деньги на всякий случай, если вдруг что-то. Все мы люди живые и так далее, там, семья большая. У меня, в принципе, все есть. В принципе, я не понимаю, что мне хочется, очень хочется, чтобы вокруг, и вокруг еще так было классно. А то такое, ты знаешь, вообще не хочется, вот у тебя такой домик с травкой зеленой, все хорошо, ты открываешь, да, красиво, и так бац, и там лужа. Не надо, ну, не хочется. Если ты можешь что-то сделать, там, травки чуть-чуть еще посадить, там, чуть-чуть, надо это делать. Хочется, чтобы вокруг было хорошо. Нельзя быть счастливым среди людей, которым очень плохо. Не получится. Не будешь. Я хочу поблагодарить тебя за прекрасную беседу и задам, наверное, последний вопрос. Ты знаешь, если так станется, если так случится, что 31 марта это будет первый тур, и ты пройдешь во второй тур президентских выборов. Если ты выиграешь второй тур президентских выборов и станешь президентом. Самое страшное, что есть у каждого украинца, наверняка, вот у меня в частности, разочарование практически во всем и во всех. Вот все сволочи, все надоели. Скажи, пожалуйста, вот за тебя краснеть не придется? Сто процентов нет. За меня краснеть, за меня краснеть могу только я. Только я один. Я никому не позволю, чтобы кто-то разочаровался во мне. Мне будет страшно, мне будет стыдно. И вообще, это перечеркнет вообще все мои желания жить дальше и что-то делать. Но мне так кажется, я такой парень. Редактор субтитров А.Семкин